Здравствуйте, я красный доктор Бобинов Григорий Вячеславович, я председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций фабрично-заводских комитетов от фонда рабочей академии. Сегодня хочу поговорить с вами о том, что придумали метростройцы после того, как им не платят зарплату за много месяцев. И так они решили прибегнуть к самому с их точки зрения действенному мероприятию, как объявить голодовку. То есть есть какой-то товарищ, который решил объявить голодовку. В возмущении нет предела. От себя сказать хочу следующее, что вот этой голодовкой не разжалобить сейчас никого. Ну что это такое мужчина голодает? Мы живем сейчас в такое время, что кругом творятся такие безобразия, мимо которых вся страна, все проходят мимо, вообще не обращают на это внимания. И вот этот голодающий мужчина уж точно не тронет никого за душу. Но далеко ходить не надо, посмотрите на улицы, пройдитесь по улице и вы увидите вот этих людей, вот этих детей, которые лазят по помойкам и ищут себе еду. Этих вот рабочих, которые приезжают из соседних республик на стройках и живут просто в скотских условиях, в вагончиках по 50 человек. Неужели вы вот этого не видите? Неужели это никого не трогает? Конечно же уже не трогает. Уже эти же условия перекинулись и на рабочих, которые именно работают в метрополитене, и являются гражданами России, и являются жителями Санкт-Петербурга. Около двух лет назад я приехал к одному такому метростроевцу, ну как бы я посмотрел на него, ну не может быть, про себя подумал. Я, ну это может быть, он был просто в страшнючих язвах и непонятно в чем, и при этом он ходил на работу и объяснял, что ему до пенсии осталось всего лишь там полтора-два года, ему надо дотянуть, и с его слов его там спускали, ну на каком-то приспособлении в эту шахту, и там он сидел на табуретке, просто проводил время, лишь бы дотянуть до своей пенсии. И это творится прямо сейчас и здесь. Поэтому вот этой вот голодовкой вы ничего не добьетесь. Вот в нашей капиталистической системе надо действовать совсем по-другому. Надо не изнурять себя голодом, а быть активным, быть полезным хотя бы для своего коллектива. Ну и что для этого надо делать? Надо делать то, о чем я вам говорил год назад. То есть год назад я приходил к вам, выяснял обстановку, тяжело вы идете на контакт, пришлось писать статью. Вот она, эта статья, написанная год назад, актуальность не потерялась. И вот что же там написано, что же предлагается сделать? То есть не описывается ситуация, как нам плохо и тому подобное. Описывается конкретно, какие шаги надо предпринять. И вот на первом пункте стоит, о боже, объединиться в свой профсоюз. То есть только коллективные действия приведут к успеху. Второе. Массово написать и одновременно подать заявление о переводе на бессрочные трудовые договоры. Третье. Массово написать и одновременно подать заявление на выплату заработной платы за соответствующее количество месяцев. Четвертое. Массово написать заявление в суд на материальную компенсацию, проценты по кредитам, индексации, выплаты, все остальное. Ну минимум на 50 тысяч за месяц. Массово написать заявление о привлечении работодателя к уголовной ответственности. При помощи организованного вами профсоюза необходимо составить и заключить коллективный договор с работодателем на ваших условиях по занятости условиями оплате труда. То есть вот это вот все я вам написал. Там вообще 10 пунктов. Ну давайте поговорим об этих. Итак, это было ровно год назад. Это первый номер, который вышел в январе. Газета за рабочее дело выпускается на деньги рабочих и раздается бесплатно. И вот в этой написан уже план действий. И правда вы там начали шевелиться, объединились и написали вот эти заявления в суд, в прокуратуру. Все сделали правильно. Ну дальше, после того, как вы получили первые какие-то там деньги минимальные, вас там же сразу попросили, а напишите, напишите заявление, что претензий вы не имеете. И вы получали деньги и писали вот эти заявления, что вы претензий не имеете. И сразу же начались следующие задержки. Неужели вот вы думаете, что вот у них там появилась какая-то совесть у ваших капиталистов, которые из вас пьют всю кровь? Нет, ничего не появилось. Неужели вы не видите вот эту взаимосвязь между тем, что вот вы написали заявление, чтобы их привлекли к уголовной ответственности, и вам сразу дали деньги. Как только забрали эти заявления, сказали, что вообще все у вас хорошо, всем вы довольны, претензий не имеете, и сразу вам перестали платить деньги. Неужели связи этой не видно, блин? А этот Александрова сейчас посадили. Вот если бы вы тогда это все не отозвали, написали бы на каждого начальника, на всю эту шушеру, которая пьет из вас кровь. Вот на всех этих, сколько у вас там, 20 этих СМУ, или там сколько там, 17 СМУ. Вот на них на всех бы написали, и сейчас это надо сделать то же самое. Все тоже те же самые пункты, они остались просто актуальнейшими. Если вы пойдете по этому плану, и начнете делать то, что вы начали делать в прошлом году, ровно год назад, вы, может быть, придете вот именно к успеху, если не рассеетесь. Ничего страшного нету к тому, что кто-то один из вас придет в вашу СМУ, положит эту пачку заявлений, и вы массово напишете. Но здесь вариант только один, что каждый напишет это заявление. Это не надо писать вот это вот, и подписываться 200 подписей. Нет. Каждый пишет на отдельном бланке за себя, и отдает это заявление в прокуратуру. Вот тогда это будут коллективные действия, и обязательно надо объединиться в профсоюз. И обязательно написать коллективный договор, потому что в нем будут требования, их будет там много. Не одно требование, дайте мне зарплату за последние три месяца, а будет много требований об условиях труда, об условиях занятости. Вы же там все до сих пор на этих хреновых срочных договорах. С вами заключают договора, как у рабочих на клубнике, которые приезжают на два месяца, клубнику собрали, до свидания. А вы на этих срочных сидите много лет. Посмотрите, что сейчас творится в Донбассе. Там тоже шахтеры страдают от нехватки, от того, что им не выплачивают зарплату. Во-первых, у них там низкие зарплаты, во-вторых, им там не выплачивают. И когда они поднялись на коллективное действие, все боялись, вот мы сейчас поднимемся на коллективное действие, и к нам приедут люди вооруженные, и нас тут расстреляют. И вот они поднялись на коллективное действие, приехали вооруженные силы, какие-то вооруженные люди с этими автоматами и пистолетами. Но почему-то нам никого не арестовали. Там, где начинаются коллективные действия, так же начинаются выплачиваться зарплаты. Но для коллективных действий надо объединиться в коллективы. А коллектив это что? Это профсоюз. Объединяйтесь вы наконец-то в этот профсоюз, и начинаете эти коллективные действия. И я даже вам скажу, что город пойдет к вам на уступки, понимаете? Рядом стоит Москва, ну пусть она там в 3-4 раза больше. Но вы закрываете, то есть делаете одну станцию в 2 года, а там разговор идет о 50 станциях. 50 и одна в 2 года. Да город с вами пойдет на уступки. Городу пришлось сколько времени искать всякие подходы к этому Александру, чтобы его там прижучить на эти, посадить его за эти 380 миллионов, потраченных неизвестно где. 380 миллионов это одна из частей вашей зарплаты, которую он просто взял и начал куда-то там распихивать, но не выплачивать вам зарплату. Это можно было сделать уже год назад. Поэтому хватит теряться, начинайте чего-нибудь делать, обращайтесь, мы поможем вам, фонд рабочей академии поможет, я лично помогу, я, медик, напишу для вас коллективный договор. Вы объединитесь в один профсоюз, выступите при заключении коллективного договора и добьетесь много, если объединитесь. Хватит уже думать про какие-то голодовки, про какие-то митинги. Можно объявить митинг, но этот митинг должен в поддержку быть кол-договора, а не какого-то там, выплатите нам, пожалуйста, зарплату, вы уже год стоите на коленях. Объединяйтесь, сотни, тысячи не стоят на коленях, они требуют и добиваются своих требований. Ну просто бесите меня с этой голодовкой. Еще раз говорю, посмотрите на улицу. Никому не жалко голодающих детей, а какой-то мужик там будет голодать в метро. Да всем плевать на эту всю херню, голодающие шахтеры. Я постараюсь найти этого шахтера, по-моему, это был поселок Левашово, частный дом, надо посмотреть, это было года два назад, но просто это вот яркий пример того, что просто не доживают до пенсии, если доживают до пенсии, то становятся глубокими инвалидными, это делает с вами такие, как Александров, его сынок. То есть вот эти предатели рабочего класса, которые пьют из вас всю кровь. Объединяйтесь, товарищи рабочие, товарищи шахтеры. Донбасс рядом не боится никаких людей с оружием, вам сейчас вообще никто ничем не угрожает. Вам угрожает только ваша собственная неорганизованность. Ну и будьте здоровы, а пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok